Всем привет, с вами снова ваша Даша, и Даше не хватало приключений на жопу на прошлой неделе, и она решила вписаться в игровой джем. Все знают, как я люблю игры, настольные и компьютерные, и поэтому пропустить возможность делать за три дня какой-нибудь проект я не могла. И когда я начала всем своим знакомым рассказывать о своих планах на выходные, оказалось, что многие даже не знают, что такое игровой джем, зачем они вообще существуют, зачем они проводятся, что там делают, как туда попасть. Поэтому сегодня я хочу на своем канале рассказать вам, что такое игровые джемы, а также на своем примере я покажу, как они проходят, как туда попасть, какие есть плюсы и минусы, и что стоит ожидать, подписываясь на подобный движ Париж. Итак, начнем с понятия игрового джема, гейм-джема. Суть мероприятия довольно простая. Есть организаторы в виде разных компаний и спонсоров, которые выбирают тему, на которую разные команды делают за определенное время, обычно это один-три дня, с нуля проекты, в нашем случае игры. Команда включает в себя программистов, гейм-дизайнеров, художников, аниматоров и других специалистов. По окончании отведенного времени все команды сдают проекты и жюри выбирает победителей разных номинаций. Но давайте разберем все по порядку, с примерами и пояснениями. Я выступала на джеме как 2D-художник, делала анимацию, по идее должна была делать 2D-анимацию и рисовать фон, но возникли кое-какие проблемы, поэтому на заднем плане сейчас будет идти то, как я и что я вообще делала на джеме. То есть я вставлю просто спидпейн, чтобы вам не было скучно слушать. И параллельно этому расскажу вам о том, что вообще такое гейм-джемы и игровые джемы. Игровые джемы, гейм-джемы или игровые хакатоны могут быть как онлайн, так и оффлайн. Разница, думаю, понятна. В оффлайн-режиме команды собираются в коммунист-помещении и там в течение всего времени как черти творят игры. В период пандемии, понятное дело, что актуальнее второй вариант онлайн-мероприятий, где люди сидят, каждый у себя дома, налаживают процесс через интернет, но суть остается все та же. Есть, кстати, не только игровые джемы, есть хакатоны, которые посвящены анимации, где создают разные полнометражные либо короткометражные мультики за несколько дней или недель. Также есть по настольным играм и, короче, и разные другие. В общем, на любой вкус можно найти какие-нибудь такие же хакатоны. Но смысл таких мероприятий везде одинаковый. За определенное время успеть сделать проект на определенную тему. В команде, к слову, может быть неограниченное количество людей. Вы можете быть вдвоем, либо в десятером. Тут редко кто-то вносит какие-то конкретные числа. И сегодня я расскажу про свое участие в Siberian Game Jam, который проходил с 1 по 4 апреля. За 72 часа нужно было сделать готовую компьютерную игру. В общей сложности участвовало примерно больше 100 команд. Поэтому масштаб данного мероприятия был немаленький. Скоро, кстати, будет GameDev GC Jam 2021 с призовым фондом в 20 тысяч долларов. А 24-26 апреля будет Ladung Dar48 в индикаторе. Это два джема, которые бесплатные. Но на самом деле куча других проходит. Вы можете погуглить и найти, что в ближайшее время будет проходить. Есть, кстати, платные геймджемы с разными питчингами. Но их не так много и они относятся немного к другому формату. Но в 90% случаев данное мероприятие бесплатно и идут при поддержке разных спонсоров. Спонсоры как раз и предоставляют призы. Иногда это деньги, иногда работа, иногда какой-то, не знаю, символический мерч или фидбэк от профессионалов. Призов обычно несколько. Они делятся на категории. В том же Siberian Game Jam, где участвовала я, было 9 номинаций за лучший нарратив, звук, юмор, графику и так далее. В виде призов вроде был какой-то мерч, а также давали кубки на команду, которая заняла какое-то место из этих номинаций. Заявки на участие нужно подавать заранее на сайте. Просто заполняют себе форму с анкетой и дальше вам уже пришлют на почту инструкцию, что нужно делать дальше. Допустим, там, я не знаю, добавиться в чат или серверов в Дискорде, например, или еще что-то. Еще важный момент по поводу команды. Если она у вас есть, супер, если нету, то тоже ничего, вы можете ее найти. Вас просто добавят в раздел Ищу команду, откуда вас кто-нибудь к себе утащит. Также обычно есть раздел в том же Дискорде под названием Ищем в команду, если кому-то не хватает какого-то специалиста. Также вы можете и сами с нуля собрать всю команду, если вас никто не берет к себе. Меня как раз позвали в уже плюс-минус рабочую команду вторым художником. И концепт художников и художников в таких мероприятиях очень часто, кстати, не хватает. Поэтому, если вы планируете освоить данную профессию, ищите, куда пойти учиться, то в школе XYZ School стартовал продвинутый курс по концепт-арту. Вашим преподавателем будет профессионал своего дела, концепт-художник Дмитрий Клюшкин. На курсе ты научишься техникам, которые позволят искать интересные идеи внутри себя и воплощать их в жизнь. Для прохождения курса необходим хотя бы небольшой опыт работы в фотошоп, либо других похожих программах. На каждом отдельном уроке ты будешь создавать новые концепты, и к концу курса у тебя будет 17 разнообразных работ, которые можно добавить в портфолио. Студенты XYZ School устраиваются в Свера Софт, Сайбер, Майком, Диджитал Форумс и другие компании. Курс запускается 1 июня и идет 6 месяцев. И, кстати, с 12 по 14 апреля на все курсы XYZ School действует скидка 20%, поэтому не упусти свой шанс получить знания с выгодой. Все ссылки ты найдешь на школу в описании этого ролика. И возвращаясь к обсуждению хакатонов и поиску команд, могу сразу дать огромный совет. Лучше принимайте участие с уже знакомыми людьми, иначе у вас может возникнуть очень много проблем за те 2-3 дня, которые вы будете тратить на разработку, но об этом я расскажу чуть позже. Как только вы зарегистрировались и нашли команду, вы ждете старта мероприятия и в указанный день вам объявят тему, на которую вы и остальные команды будете делать игры. С момента объявления темы и стартует время на разработку. У нас выпала тема вроде как подводный город, что-то такое, если не ошибаюсь, и пошел, вот с объявления темы пошел отчет в 72 часа. Иногда, как и сказала, может быть больше или меньше времени, но обычно не больше 3 дней. И чаще всего эти дни выпадают на выходные, так что если вы работаете, не переживайте, вы тоже можете найти время на участие. В зависимости от того, как в вашей команде выстроен рабочий процесс, зависит и то, что вы будете делать после оглашения темы. Обычно пайплан проекта выглядит как разработка механики и идеи игры. Этим этапом могут заниматься все в команде, или только геймдизайнеры и сценаристы, тут уже зависит от того, кто и как распределит роли. Дальше идет прописание всех элементов, которые должны быть сделаны в игре. Выставляют приоритетность задачи, распределяют роли, создают общий концепт игры на базе референсов, как визуальных, так и анимационных, музыкальных. И после каждой приступает к своей части работы. Выставлять задачи можно как и в Trello, так и в Asani или в Notion. Программ существует очень много, но можно и просто сделать, я не знаю, в Google таблицу или в переписке все распределить. Периодически вы можете списываться со званием со всей командой для уточнения каких-то моментов, или для завершения каких-то этапов разработки, чтобы все соединять в едино и смотреть, как это выглядит. Если в команде возникают прям суперсложные вопросы, их часто можно решить путем кураторов, то есть специалистов, которые присутствуют на сервере, где сидят все участники. Они часто могут подсказать, как улучшить или изменить что-то. Тут уже только зависит от вас, насколько вы хорошо расскажете свою проблему и не побоитесь ли вообще обратиться за помощью. Вот. Еще вам нужно успеть залить ваш прототип и промо, описание и превью игры на указанный ресурс, где жюри и, возможно, другие участники смогут протестить ваш итог. Все это нужно сделать до указанных сроков, иначе работу не примут. После того, как все работы опубликованы, начинается этап оценивания. Он может занимать недели, в зависимости от количества участников. Дальше идет этап голосования, подведения итогов и объявления победителей на церемонии награждения. На этом конец. Можно подавать новую заявку или допиливать свою игру до более лучшего вида и выпускать ее уже в продакшен, какую-нибудь платформу типа стима. Да-да, то, что вы создали на джеме, остается им принадлежать только вам. И вот этот концепт, прототип, который вы сделаете за 3 дня, вы можете потом доработать и уже нормально показать всему миру. Тут уже все зависит от вас. Вот вроде и все. Все, что касается игровых джемов и того, как они проходят. А сейчас хочется немного рассказать о моем участии и о плюсах и минусах таких мероприятий. Сразу проговорю, что это чисто мое субъективное мнение, но, возможно, оно лишний раз кому-то поможет провести свое участие с большей пользой. Ибо время и нервы – это очень ценный ресурс, и лучше его не использовать впустую. Итак, начнем с плюсов, которые определяются от ваших целей участия в подобных мероприятиях. Допустим, вы хотите найти новое знакомство по интересам и сферам, в которой варитесь. Особенно актуально для офлайн-хакатонов. В этом плане вы без труда сможете осуществить данную задачу. Или, быть может, вы хотите реализовать свою идею или проект, или получить фидбэк бесплатно от каких-нибудь крутанов из индустрии. А также просто проверить свои силы и возможности в таких ограниченных рамках. Ибо в режиме стресса и жестких дедлайнов наш мозг может выдавать невероятные вещи, до которых вы в комфортном режиме сами, возможно, бы не додумались. В общем, в зависимости от поставленных целей на участие и будут зависеть ваши плюсы. Но вот реализация этих плюсов будет зависеть от вас и от везения части. Потому что, если вы пришли одни без команды, все может пойти наперекосяк. Лично я согласилась вступить в команду в надежде, что там окажутся ребята, которые плюс-минус разбираются в своем деле и имеют какую-то ответственность. Умение работать в команде и вообще заинтересованы в реализации чего-то крутого. Такие знакомства очень круто иметь в случае, когда у вас в планах какие-то свои проекты или идеи. Второй мой пункт был в том, чтобы лишний раз проверить свой уровень рисования на базе других и, скажем так, проявить себя в этой области и попробовать нарисовать не просто картинки, а картинки для конкретного игрового ТЗ. К сожалению, ни первый, ни второй пункт моих пожеланий я не смогла получить. И под конец первого дня я покинула команду. Почему я так поступила? Да потому что, как и сказала выше, я поняла, что профита от участия у меня вообще нет. На меня повесили задачи, в которых я была некомпетентна и которые я вообще не хотела делать. Рисовать иконки дали почему-то мне, когда второй художник как раз очень хорошо это делал. Анимация тоже была на мне, хотя как бы аниматор из меня никудышный. И еще висели какие-то задачи, которые я тоже не понимала, зачем на меня поставили. И каждый делал все сам по себе, как умел, напрочь отказываясь взаимодействовать и что-то объяснять друг другу. И каждый раз, когда это делала я, это выглядело так, как будто бы, я не знаю, я заставляю кого-то это делать. Это было очень неприятно и некомфортно. Например, меня заставляли делать без развертки на модельку плавники от балды, вообще вот просто от балды. И я не понимала почему. И каждый раз, когда я спрашиваю, в чем проблема дать мне на 3D модельку развертку, чтобы я по развертке нарисовала текстуру, а не от балды. Мне говорили, что нет, так не пойдет, делай просто от балды. Мы там как-то что-то с этим сами сделаем. И я могу поверить, что да, может были какие-то причины на это не делать по развертке. Хотя я не знаю, какие должны быть причины, несусь. Но это можно было как-то объяснить мне. То есть в этом же и весь профит того, что тебе объясняют, почему так и так лучше сделать, а не так, как я, например, предлагала. Но в итоге мне говорили, так надо, и все, типа, отвали, делай, как сказали, и все. И я не вижу в этом какого-то процесса рабочего, каких-то получения знаний, когда делают лишь бы сделать, и делают не объясняя, и ты ничего не получаешь от этого, кроме как, я не знаю, пустую потраченного времени. И все постоянно обсуждалось в никуда. То есть даже если мы какие-то оговаривали вещи или распределяли задачи, в итоге они все равно шли вверх дом, все делали то, что хотели. Мне, например, дали рисовать потом фон для основной локации, а передний план взяла сделать вторая художница. И времени было мало, но за целый день я так и не дождалась плюс-минус готового переднего плана, а без него я не могла приступить к своей части работы. И потом, уже когда время поджимало, я поняла, что ну нужно хоть как-то делать этот задний план. И я начала его делать, как через час мне присылают совершенно новые наработки по переднему плану, и все, что я делала до этого, не подходит. Я думаю, ладно, хорошо, я переделаю, я переделаю под те наработки, которые прислали новые. И через там полтора часа художницы присылают совершенно другие наработки с нового переднего плана. И то, что я делала опять до этого полтора часа, оно опять не подходит. И мне никто не предупреждал, это никак не оговаривало, что вносились какие-то такие важные изменения. То есть почти весь мой день ушел в никуда. И я до сих пор не понимаю, зачем меня туда позвали как художника, если в итоге ничего как художник там делать и не смогла. И то есть я ребятам никак не смогла помочь. Потому что каждый делал сам себе, и толку от меня было мало. В итоге я ушла под вечер из команды, и чтобы хоть как-то скрасить свое бездействие, я за вечер отрисовала с нуля сама и передний план, и фон, и анимацию, которую вы видите на заднем плане. То есть я доработала это, и просто вот решила на задний план вам показать, чтобы как-то разнообразить мой диалог. И мою девушку, кстати, с фона, с толиком, в итоге потом немного переделывали и использовали. И я была, если честно, против. Но меня, конечно, никто не спрашивал. Но я рада, что вовремя ушла, и не тратила ни свое время, ни время ребят. Они, кстати, успели доделать рабочий прототип и оформление. И я искренне, реально рада, что у них все получилось, и что они все это доделали. Опять же, только не понимаю, зачем было звать второго художника для этих целей, когда им нужен был, по сути, не художник, а юи-дизайнер и аниматор. Но, как бы, окей. И, ну, я не знаю, мне просто не дали возможности что-то сделать. Но я сделала это сама потом. И для меня это был очень-очень классный опыт. Я действительно смогла сравнить свою компетентность с другими людьми. Я смогла лишний раз понять, что не стоит ожидать от людей такой же отдачи, как и от себя, что все люди разные, это нормально. И то, что ты там хочешь вкладывать, не каждый человек захочет так ебывать, простите за маты. Ибо у всех действительно свои цели на подобные проекты. Также не стоит, я не знаю, идти и сходу принимать участие с незнакомыми людьми в таких вещах. Лучше найти там среди знакомых команду, где вы распределите нормально роли, где вы будете делать все так, как надо, я не знаю. Где вы не будете большую часть времени выяснять какие-то отношения, место работы. Ибо, когда ты не знаешь людей, то ты не можешь даже нормально распределить задачи, и у вас нет доверия друг к другу. Вы даже не можете, не знаю, давать друг другу советы, потому что все эти советы будут выглядеть как, не знаю, как наезды друг на друга. И, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Это очень все странно. То есть я понимаю, возможно, там ребят тоже обиделы своим таким отношением, но я посчитала, что не стоит тратить время ни свое, ни их. И это было лучшее решение. И вот такой в итоге итог у меня получился с главным игровым экраном в виде аквариума и милой девушкой на заднем плане. Я сделала еще простенькую анимацию. Она вышла довольно кривой, и вместо рыбки у меня очень странная улитка-самоубийца. Но за день особо ничего лучше успеть я бы не смогла. Ну, как бы и фон отрисовать, и персонажи, и анимацию. Это, типа, ту матч даже для меня. Даже не за день, а за вечер. Но, возможно, я адаптирую эту гиф-анимацию для каких-нибудь стримов или для конечной заставки ролика на моем канале. Ох, чтоб не пропадало, как говорится, зазря. И более подробно о своем участии и разработке я рассказала на своем патреоне. Там куча референсов того, как я все это делала. И на моем патреоне по подписке от одного доллара вы можете получить кучу дополнительных статьй и материалов от меня. Спасибо ребятам, которые поддерживают меня там. Обязательно пишите, участвовали ли вы в хакатонах, игровых джемах. Какие были ваши впечатления. И знали вы о таких вообще мероприятиях. Или это для вас было чем-то новеньким. Если чем-то новеньким, то ставьте ролику лайк. Буду чаще рассказывать вам о таких мероприятиях. А на этом все. Всех хорошей недели. Всех обнимаю и пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!